Всем приветище! С вами Эдгар и вы на канале Мысля от Эдгара. Есть такой грёбаный канал, на котором всё по чесноку рассказывают как есть. Сегодня будет тема бизнеса, в котором обсудим, как сделать так, чтобы получить хотя бы какой-то успех в той или иной области. Многие из вас этого хотят. И частенько пишут мне комментарии в личку. Эдгар, что ты делаешь, что у тебя получается? Или почему так, что вот и перечисляют каких-то мне людей, почему они стали популярны? Почему они зарабатывают деньги? Почему я не могу этого сделать? И я решил снять всё-таки на эту тему видео. Я поделюсь своим опытом, что я вообще делаю, что в каких-то областях у меня всё-таки получается заработать деньги, получить какую-то грёбаную популярность, за которую я, в общем-то, не гонюсь. Это просто бизнес. Так вот, основная фишка, самая основная фишка, это просто ваше грёбанное желание вообще что-то делать. Многие вообще нихера не хотят делать, понимаете? Вот посидеть и пофантазировать, что добиться успеха – это как бы они могут. Но чтобы что-то сделать, это же нужно поднять задницу и что-то вообще творить, как говорится, создавать, двигаться, общаться, договариваться, решаться, рисковать. Это же всё сложно, нахер это, как говорится, надо. Так вот, самая мощная штука – это вообще что-то делать, понимаете? Вы начните хотя бы что-то, с чего-то. Успех же, он не приходит сам по себе. Он ни в чемодане, ни в посылке, ни в мейлом, ни с неба не падает. Его невозможно успех просто идти и найти по пути. О, успех, я популярный. Если вы где-либо видите, слышите, что кто-то говорит, что нефиг делать за пять минут, получите успех, и вы разбогатеете, то это полная лажа. Это лохотронщики современные. Вот, недавно, кстати, тема была. Типа в Америке какой-то чувак простой, простой смертный, Купил лотерейный билет и выиграл полтора миллиарда долларов. И все – вау, полтора миллиарда долларов, как так, ништяк. Сегодня просматривал ленту в Ютубе, столько людей запилило видосики на тему вот этого происшествия. И очень много известных видеоблогеров рванули, купили эту же лотерею в Америке, чтобы тоже выиграть полтора ляма. Это же, блин, галимый лохотрон. А вот как вы так на такие вещи вообще ведетесь? Вы понимаете, что запускают специально такое видео, что кто-то выиграл? Ну и, конечно же, все в шоке. Каждый из нас хочет стать миллионером, миллиардером. Это же халява, ничего делать не надо. И все, и как бы система работает. Тем самым билетики-то продаются. Так вот, в нашей жизни в разных областях есть такая же функция организовывать псевдо-популярные темы, псевдо-заработок. И люди ведутся на это, потому что это легко попадаются, их кидают, они разочаровываются. И потом сидят, и другим людям советуют, что добиться в чем-то успеха невозможно. А я вам скажу, что возможно. Только успех добивается не через лотерейные билеты, не через лохотроны всякие там. А успех добивается вашим желанием что-либо делать. Это первое. Первое, запомните, это вообще. Вы должны чего-то хотеть. Сильно хотеть. Все вокруг не хотят, а вы хотите. Никому ничего не надо, вам надо. Все угорают и говорят, а ты херней страдаешь. А ты говоришь, пошли вы нахер. Это отличная тема, у меня получится, я буду это делать. Буду делать это долго и нудно. И вы долго и нудно мне будете говорить, что это полная лажа. А я буду это делать. Но вот зато потом, когда у меня это получится, будете лизать мне ботинки. Ну, это я пошутил, конечно. Но некоторые люди, которые добиваются успеха и которых очень сильно обижали, такие люди частенько заставляют лизать ботинки, а не только ботинки. И жопу заставят лизать. Всех тех, кто угорал над ними и теперь пришли к ним работать. Это очень печальное явление. Значит, на первое место всегда ставим вообще просто ваше желание. Второе. Второе для меня это просто ежедневная, скурпулезная, нудная, занудная работа, которую нужно выполнять. Потихонечку, помаленечку, по чуть-чуть, как говорится. Это очень-очень сложно делать. Каждый день делать что-то, какое-то действие, которое в итоге приведет вас к успеху. Но пока идет сама работа, пока вы идете по пути, по дороге к этому успеху, будет очень скучно своеобразно. Иногда кто-то теряет веру в себя, что у меня ничего не получится. Кто-то вообще не хочет ежедневно этим заниматься, потому что не видит результата. Многим подай результат прямо сейчас. Вчера начал, сегодня уже ему нужен результат. Нет результата, значит брехня. Основная ошибка любых бизнесменов, начинающих, вообще людей. Они, решив, что бизнес можно сделать за 2-3 дня, пытаются это сделать за 2-3 дня. За 2-3 дня у них ничего не получается. Они решают, что это все брехня. И начинают другим людям тоже самосоветовать. Так что я вам советую каждый день делать по чуть-чуть. По чуть-чуть. Если вы совсем ленивая задница. Но если ты не настолько ленивая, делай побольше. А если ты хочешь, чтобы все было быстрее, делай еще больше. Вот я, например, чтобы на ютубе набрать обороты или в своем бизнесе добиться успеха и заработать все-таки эти деньги. Чтобы у меня была семья. Я для этого постоянно что-то делаю. И, кстати, не обращаю никогда внимания на процесс где результат, где результат. Да мне похеру. Я просто это делаю. Я знаю, что результат будет. Я не сомневаюсь никогда в этом. Есть люди, которых я консультировал. Многие, кстати, даешь им консультацию, они ну че где, ну че где, ну че где. Вы понимаете, меня никто ни в чем не консультировал никогда. Я ни у кого никаких консультаций никогда не брал. Ничего. Все самостоятельно. Вся моя философия самостоятельная. Мне нахер никто не сдался. Мне никто не объяснял, что нужно создавать семью, нужно делать так. Меня никто не заставлял бизнесом заниматься, ютубом заниматься, вообще чем-либо в этой жизни заниматься. Никто ничего мне не диктовал, не говорил, не подсказывал и не заставлял. Понимаете? Я вообще офигею от людей, когда им объясняешь прям по полной программе, прокачиваешь человека, и он потом еще и сомневается в своем деле, что у него это не получится, блин. Ну, конечно же, у тебя ничего не получится, блин, если так относиться к себе, к своему делу, к своему какому-то там бизнесу, начинанию, к той цели, которую ты поставил. Поставил себе гребаную цель и прешь туда как танк, как баран, блин, бычара, вот так вот рога поставил и херачишь в атаку, по пути всех сносишь. Только так можно чего-то добиться. Они как некоторые. На днях чувак звонит. Может быть, он этот ролик будет смотреть. Где-то выцепил мой номер, звонит. это Эдгар? Я говорю, да, а я только проснулся. В 12 дня проснулся, потому что я в 4 только ночи лег спать, потому что прокачивал свой YouTube. потому что я хочу прокачать этот гребаный YouTube. Я говорю, ну да, я Эдгар, что хотел. Ну, ты на не Эдгар, голос на тебя не похож. Я говорю, да какая разница вообще, что ты хочешь? А вот если я тебе скажу, ты можешь Эдгару передать? Таку бредятину вообще нести. Я говорю, давай, дружище, говори быстрее или до свидания. И он у меня такой, ну ладно, если ты Эдгар, то а ты сам добился всего? Я так хотел сказать, тупой вопрос вообще. Ну, грунт, да, сам добился. А вот ты когда делаешь картинки в интернете, вот, прям так мне и говорит, на YouTube картинки делаешь для твоих видео, ты их сам делаешь, да? Я говорю, да, сам делаю. А вот ты знаешь, я вот купил курс и за этот курс еще какого-то чувака дохерища заплатил, в котором говорится, что чтобы стать известным инфобизнесменом, нужно научиться работать в фото-видеоредакторе. Это он мне так говорит и добавляет потом, ну ты знаешь, у меня нет на это время, я вообще не хочу разбираться в картинках. Как ты думаешь, можно стать известным видео- инфобизнесменом, не изучав фоторедактор. Мне вот знаете, что охота в это время? Вот взять этот стакан, если бы этот человек передо мной был, и сломать ему башню вот этим стаканчиком. Я не знаю, вот в задницу ему затолкать вот этот стакан вот с такой вот шириной. нахрена ты меня вообще звонишь? Это понимаете, это я вам просто пример привожу дебильного, тупорелого отношения к жизни. Есть такие люди, которые хотят все, но они не хотят фоторедактор изучить, чтобы картинку себе сделать. Он мне говорит, может мне заказывать это у фрилансеров? Я говорю, ну может быть, заказывай. Ну это же, говорит, стоит денег, за это же платить нужно, еще мне что-то предъявлять за это. Я еще виноват в том, что он не хочет изучать фоторедактора, которому ему посоветовали, за который он заплатил курс вот этот купил. Я в этом виноват как бы еще. Вот. Чувак не хочет это делать. Я что понял, это вообще с людей, со многих людей, что многие люди вообще нихера не хотят делать. Они не хотят, вот видеоблогерство вместо ты занимаешься, тут нужно изучать видеоредактор, весь этот процесс, монтировка вот эта, фоторедактор, съемка видео, разбираться в камере, в ютубе, в настройках, продвижении, да во всем надо разбираться, блин, базарить на камеру нужно научиться, еще дохера чего вообще, да вообще надо научиться тому, что я могу на камеру сказать что угодно и мне вообще насрать, кто про это что думает, что сосед, что мои родители, что Вася Петечкин, да вообще плевать. этому для начала нужно научиться. Многие стесняются, а что мне снять и себя показать? Нет, блин, стукнись об стенку или об камеру, а кого еще показывать-то? Видеоблогером хочешь стать? Себя показывать не хотите? Как ты блогером-то станешь? Что за тупой вопрос? Так вот, картинки все делаю я сам. Если кто-то такой вопросик задает, все видео монтирую я лично сам. Я вообще в этом ничего не разбирался. Ни вообще никак. Ноль. Изучил это монтирование, понимаете? Изучил эти картинки, пока эту картинку вдоль и поперек не переделаю, через 5-6 редакторов не пропущу, пока она мне не будет нравиться, я ее не выложу, не сделаю аватаркой какого-то видео. Показывают и иногда вот общаешься. Вот я смонтировал картинку. Откроют. Да, люди, это такой серьезный вопрос. Я просто херею с вас. Откроют картинку. И то посмотрят для этого 10 видеороликов, как это сделать. Картиночку и надпись делают. И все, и работа была проделана грандиозно. Выкладывают и сидят, ждут. Охереть, какая картинка. Смотришь, да блевотина какая-то. я за 5 минут могу блин 10 видеоредакторов перевключать. И для меня это вообще не считается, что я какие-то работы проделывал. Одновременно и с кем-то общаться, и что-то еще делать. Я это не считаю работой. А для людей за весь день отредактировать одну картинку, просто надпись написать, все, как бы вечером уже нужно бухать. Я за весь день по 10 видосов, по сотне картинок, консультации, общаюсь, семейная движуха, бизнес, просто размышляю. И у меня не появляется ни одной мысли сдаться, нет ни одной мысли, что а может быть мне это не нужно. У меня никогда в этой жизни не возникало вопрос, может быть мне это не нужно. Да блин, если я решил стать гребаным блогером, я им стал. Если я захотел держать птичек, держу я этих птичек и сделал этот гребанный бизнес и заработал на этом. Если я что-то захотел, я это брал и делал. Захотел семью, взял и сделал эту гребаную семью и наслаждаюсь этим. У меня сейчас цель стоит раскачать видеоблог, чтобы миллион подписчиков было. И мой, сына, и семейный, блин. Я не задумываюсь о том, что когда это будет, а сколько нужно на это времени, а сколько нужно видео снять, а сложно ли будет монтировать, а может быть у меня закончатся мысль, я не знаю, о чем снимать. если ты такое думаешь, да ты просто вот в натуре ты придурок, вот тебе стопудово никаким блогером не стать, никем не стать, ты просто лох позорный, вот что мне еще сказать, уже просто бесит эти люди, чем больше мой блог раскачивается, тем больше таких придурков мне пишет. Если у тебя возникает вопрос, запомни, что ты что-то задумал и хочешь сделать, и ты задумываешься, что это не получится, значит ты лох по жизни, и все, тебе ни консультация не поможет, вообще ничего не мама, папа не помогут, сам бог спустится, тебе не поможет, он скажет, я в шоке от тебя человек, я же создавал, блин, тебе руки-ноги давал, логичные мозги давал, ты вроде как должен что-то делать, блин, а ты мудила какой-то, ошибка природы, блин, вот так чаем запить кофе так о чем я говорил я говорил о том, что нужно достигать успеха в своих начинаниях первое желание второе это скурпулезная ежедневная нудно гребанная работа без одного раза задумки о том, что у тебя чего-то не получится вообще уничтожьте в себе эту мысль просто вот в ноль стираете телепортируйте эту мысль о том, что не получается куда-нибудь в другое пространство просто делайте свое дело и все и каждый день по чуть-чуть по чуть-чуть каждый день и по чуть-чуть понимаете каждый день по чуть-чуть каждый гребаный день я делаю так каждый гребаный день ты что делаешь каждый день да ни хера ты каждый день не делаешь только думаешь как достичь успеха как ты его достигнешь если ничего не делаешь по чуть-чуть надо по чуть-чуть просто уже в натуре выносите мозг со своими тупыми вопросами Может быть, ты накрутил А может быть, твой бизнес Все это лохотрон А может быть А может быть Смотришь, блин, эти Ролики канала Там есть, уж не буду перечислять Где собирают кучу залами Целые залы собирают Кучу придурков Просто вот Придурки конкретные Тупой еще тупее, кто там снимается Намного умнее, чем те, кто собирается В этих залах Бабла столько отдают, чтобы собраться в этих залах И у них сидят в этих залах Смотришь на их лица Да это тупорылые люди, блин Они никогда ничего не достигнут Максимум они будут ходить на эти семинары И все на этом Просто тратить свое гребанное заработанное бабло И какой-нибудь хер В пальто стоит и втирает Как стать успешным бизнесменом, блин Да чтобы стать этим бизнесменом Не нужно ходить ни на какие тренинги, блин Это не поможет вообще никак Если ты лох по жизни Ты по жизни будешь им Это можешь исправить только ты лично Никто тебе не поможет Я просто в шоке от людей, блин От того, что сколько же людей, блин А этот Хоть сам открывай этот тренинговый центр, блин Собирай людей, что-то втирай По-нормальному Смотрю, что они там втирают Такую херь вообще гонят Простейшую Которую человек просто сам по себе должен знать За это берут деньги Одевают костюмчики Семинары Чаек, пончики Эти прям такие Одухотворенные После этого семинара Типа там узнали что-то такое Грандиозное Все, что вы узнали на этом семинаре Это вы просто, блин С детства должны были уже понимать Такие шары Некоторые раз смотришь Даже слезы пробивают Даже у мужиков На этих семинарах Почему я смотрю эти видео? Да потому что вы мне скидываете Эту херь Эдгар, посмотри вот это Думаю, ладно Дай позырю Что ж там такое Чувак скинул Что прям аж Аж я Пишут типа Я прям в шоке от этого Такой семинар Такой, такой Вообще такой Посмотри Посмотри, Эдгар Что скажешь Да ничего не хочу По этому поводу сказать Не надо мне Такую бредятину Скидывать вообще Если ты слабак И тебе это нужно То мне это нахер не нужно Понимаете? Для меня все ясно и понятно В этой гребаной жизни Все очень просто Что все люди Олени Основная часть И маленькая мизерная часть Которая понимает эту жизнь И видит всех этих оленей Но когда общаешься с оленем Даже если ты ему скажешь Что чувак У тебя на башне Рога огромные Он тебе не поверит Ты ему про рога Он тебе про семинары Ты ему говоришь Что ты олень Понимаешь? Ты олень Ты не сможешь ничего сделать В этой жизни Он говорит Почему? Ну потому что ты олень Ты признал сам это Ты хочешь быть оленем Он говорит Ну и как мне не быть оленем? Ты ему говоришь Нужно верить В то, что ты делаешь Не сомневаться Ежедневно работать Картинки делать сам Монтировать Бизнес самому делать Решаться на поступки самому Рисковать Создавать самому семью А не потому что Родители тебя на это натолкнули И заставили жениться Или выйти замуж И когда ты ему это Начинаешь говорить У оленя рога Начинают расти Еще больше И от этого У него голова устает И он говорит Я устал Не хочу больше Говорить Пойду положу Свои Оленьи Оленью Башню Спать А то и бухать Вообще Вот так вот Смотрите Чувак Дед Мороз На конфете Куда-то летит Тут Вот Это некоторые Люди Которым Жесть Вот Подтянем Вот Будет вот такая тема PR менеджеры Что тут еще скажешь Как стать успешным Как стать успешным Работайте Делайте что-то Нужно иметь вкус Уважать Эту природу Какой-то вкус Нужно иметь Понимаете Ну вот Как-то Человек все может Все Все что он захочет Все Но люди как-то Предпочитают Не понимать Это Вот он В этом Специалист Там все дела Ну Понятно что Специалист Я за любую Работу возьмусь Мне нужно просто Какой-то Период времени Я его изучу Не сомневаясь И сделаю это Хорошо И выйду на первые места В этом деле И опережу Всех остальных Нефиг делать Вообще Только вот Мое желание Заняться Каким-либо Делом Любым делом Я занимался В своей жизни Если я за это Брался То я жесткий Конкурент В этом деле В доле Поберег Изучаю этот процесс Никого Ничего не спрашивай Ни разу Не сомневаюсь В себе Блин Не ною Как некоторые люди Я не знаю Раньше я думал Может я что-то Не так делаю Может я какой-то Не такой Да они Потом понял Что такой Я обычный чувак И делаю Все правильно Просто многие Вокруг олени И относительно Этих оленей Начинаешь задумываться Чуть Почему я так делаю А они например Так не могут Потом когда Вырубаешься Что они олени Из-за этого Они и не могут Тогда Встает печально Как-то За человечество Печально Падает на тебя Печалька За то Что люди До сих пор Верят в Деда Мороза За то Что до сих пор Еще верят В святую Воду На праздник Крещения За то Что вообще Еще есть Религии Какие-то За то Что Многие говорят Что Америка Скоро Разрушится Но Доллар Уже Почти 80 Рублей Россия Процветает Якобы Америка Будет Рушиться Но Доллар 80 Рублей Стоит Я понимаю Можно говорить Про то Что Америки Хана Если бы Доллар Американцы Покупали Рубль За 80 Долларов Тогда Да Америки Кранты Но Все наоборот Но мы Настолько Уверены В этом Вот знаете Что еще Прикол Получается Какой Олени Всегда Всегда В какой Олени Теории Верят Теория Оленей Такую Книгу Надо Выпустить Куча Оленей Думают Что Кранты Америки При этом Рубль Ничего Не стоит Надо Надо же Такие Олени Теории Выводить Вообще Жесть Оленя Думают Что Царь Батюшка Герой Тоже Оленя Теория Также Не только Олени Из СССР А вообще Всемирное Оленеводство Думает Что Есть Террористы Оленеводство Не понимает Что Есть Просто Пастухи Которые Переодеваются Волка Пугают Этих Оленей Стада Они Все Обосраны Бегут И думают Что Существует Волк Когда Олени Сваливают Достаточно Далеко Их Загоняют Туда Куда Им Нужно То Волки Переодеваются И Кайфуют Как А вот Так Вот Катаются На конфетки Где-нибудь На Мальдивах Обсуждают Насколько Хорошо Погонялись Сегодня Вот так Вот Ну молодцы Олени Тоже Молодцы Чтобы быть Оленем Нужны Стальные Яйца Понимаете Оленем Тоже Не просто Быть Нужно Нужно Шоке От Шоке Их Уверенности В Какой Нибудь Оленью Теорию Так В это Верят И Их Не Переубедишь Вот Не Переубедишь Вообще Вот Хоч Че Делай Вот Так Вот Видосик Как Добиться Успеха Да Никак Никак Если Ты Олень То Никак И Все Что Тут Еще Скажешь Если Ты Хочешь Добиться Успеха Ты Просто Добьешься И Все И Не Обсуждается А Если Ты Не Хочешь То Ты Будешь Смотреть Кучу Виде Как Добиться Успеха Меня Будешь Смотреть Еще Кого Будешь Смотреть Еще 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 И Ничего Ты Не Сделаешь Ничего У тебя Не Получится Оленем Родился И Оленем И Сдохнешь И Все И Потом Тебе В бесконечность А Глядишь Ты Просто В бесконечности Нужен Как Олень Ну Кто Даже Должен Быть Оленем Они Ж Тоже Не Просто Так Существуют И Вот Сейчас Каждый Из Вас Сидит Эдгар Не Про Меня Говорит Нет Это Он Про Кого То Говорит Это Он Про Оленя Не Про Меня Не Точно Не Я Не Такой Не Я Точно Знаю То Что Я Знаю И Вот Каждый Олень Думает Что Он Не Олень И Он Прав И Хер Его Переубедишь Его Сейчас Задумайтесь Просто Задумайтесь Вы Олень Или Вы Действительно Нормальный Чувак Из Тех Мизерного Единиц И Где Она Грань Понимания Что Ты Нормальный Чувак Или Ты Тормоз Просто Думаешь Что Ты Не Тормоз Просто Тормоз Настолько Тормоз Что Не Может Понять Что Он Тормоз Это Можно И Оленем И Тормозом Назвать И Придурком И Еще Кем Нибудь Или Просто Человеком Такие Короче Дилища Так что Всем пока Не будьте Оленями Будьте Теми Единицами Которые Все-таки Что-то Создают Четко Понимают Что они Делают И четко Идут К своему Делу Четко Нужно Переться К своему Делу Не Сомневаясь В своем Деле Понимаете Только так Вы попадете В бесконечность Есть только Один Путь Один Гребанный Путь Не Сомневаться Просто Делать И не Сомневаться Тогда И вы Бога Поймете И бизнес Получите И семью Организуете И Да Вообще Что хочешь То и Сделаешь Да При условиях Ты не будешь Сомневаться И рисковать Так что Рискуйте Своими Хрустальными Яйцами Глядишь Они станут Стальны Всем пока Увидимся В бесконечности Субтитры